Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами традиционно в студии я Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Предлагаю сегодня поговорить на такую тему, предложенную нашими телезрителями. Страх или паранойя? Когда пора обращаться к специалисту? То есть, как провести эту грань между сниженным настроением, возможно, и депрессией, перепадами настроения или какими-то уже серьезными психическими расстройствами? Как вам тема? Есть ли там куда двигаться и что обсуждать нам? Ну, есть куда двигаться и есть что обсуждать. Массив вопросов здесь очень большой. Давайте попробуем конкретизировать, может быть, вместе с телезрителями какие-то вопросы конкретизировать, что именно интересует. Но если говорить о первом вопросе, когда обращаться, то традиционно, наверное, мой ответ будет не очень четким. Ну, потому что четких критериев, когда обращаться нет. Почему нет четких критериев? Потому что сам человек оценивает, насколько его настроение мешает ему, насколько он справляется, да, насколько он отмечает, что он улучшается, ухудшается, ну, приходит в какую-то норму, да, или ему уже нужен специалист. И мы уже начали говорить о критериях, когда близкие, например, окружающие говорят человеку, что с ним что-то не так, да, то есть человеку самому по себе не всегда заметно. То есть это может быть одним из сигналов. Действительно, если мы говорим уже о каком-то расстройстве, да, серьезном нарушении в душе, в здоровье человека, у него, вероятнее всего, критичность мышления снижается. То есть он неадекватно оценивает и происходящее с ним, и ситуацию вокруг. Родственникам это становится заметнее. Как можно действовать в этой ситуации? На что ориентироваться? Как понять, что с моим близким что-то не так? И требуется именно уже помощь врача, специалиста, психиатра или психотерапевта. Или, может быть, это можно переждать у человека кризис, подождать, когда само все пройдет. У нас прямой эфир, звоните нам по телефону в студии 202-11-22, присоединяйтесь к разговору, задавайте свои вопросы. Итак, как родственникам понять? Ну, вы просили примеров, мы сейчас говорили. Из последних примеров это родители, которые приводят своих взрослых детей к психотерапевту, например, да. Сейчас так бывает, что, например, вот я говорю, родители, матери, например, ну, в силу своих каких-то необходимостей, да, приходят на прием, лечатся, получают помощь. Понимают, что эта помощь может быть получена по поводу чего? По поводу сниженного настроения, по поводу каких-то проблемных вопросов в отношениях, по поводу бессонницы, по поводу тревоги, по поводу там суицидальных мыслей. Ну, широкий спектр вопросов. Когда они понимают на собственном примере, что помощь может быть получена, они агитируют, приводят своих близких, супругов. У нас звонок. Да. Здравствуйте. 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 Я могу обратиться? Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Светлана Семеновна, у меня вопрос, вернее, немножко не на тему, и в то же время прямо по теме. Я уже не молодая, а одинокая. Вы знаете, я нисколько не страдаю от одиночества, я им наслаждаюсь. У меня есть и сын, и внучи, и знакомые, и приятель, и соседы, наконец. Но я не люблю, когда ко мне приходит кто-то. Я не люблю лишний раз выходить на улицу только по необходимым причинам. У меня нет от этого никаких страхов, тревог, гистониста. Но окружающие говорят, что это плохо, что я боюсь окружающий мир, что я могу одичать, деградировать. Это действительно так? Я вот хочу спросить, как терапевт. Спасибо за ответ. Спасибо. Хороший вопрос. Вот Светлана Семеновна, да, привела в реальную ситуацию, где она как-то живет, и в целом она оценивает как благополучное свое состояние. А вот окружающие беспокоятся и пугают даже деградацией. Да, действительно, хороший вопрос. Часть ответа в одной из наших прошлых встреч, поскольку Светлана Семеновна себя обозначена, ну, это и слышно, что она человек в возрасте, а для людей в возрасте характерна вот такая склонность к одиночеству. Да, мы говорили о том, что они, ну, немножко в отличие от молодых людей, начинают страница социальных контактов, замыкаться, может быть, книжки читать больше и так далее. И до определенного момента, я бы сказал, в большинстве случаев это не вызывает никаких проблем. Я бы сказал так, не у таких людей проблемы с обществом, да, а у общества, у близких начинают возникать проблемы. Ну, например, мама или папа вот такая в возрасте, не хочет ходить, да, выходить куда-то, и дети начинают бить тревогу. Я думаю, что, возвращаясь к этому примеру, поскольку Светлана Семеновна чувствует себя вполне в этом комфортно, ну, кажется, каких-то таких вещей она не обозначила, которые вызвали бы тревогу у специалиста, да, то для меня все в этом плане нормально, наверное, близким придется привыкать к тому, что вот их мама, их бабушка вот сейчас так формирует свою жизнь, да. Вот если спрашивать о близких, в их вот этих пугалках, да, вот деградируешь там или еще что-то, это плохо, то есть уже оценка такая есть, присутствует катастрофизация, то есть они видят в перспективе развитие этой ситуации как вот некую необратимую катастрофу. Есть ли необходимость для них обратиться к специалисту или, может быть, поисследовать, почитать, что пишут про пожилой возраст, про какие-то вот особенности психические? Елена, это отличный вопрос. Наверное, и так часто бывает, что за помощью стоит обращаться тому, у кого есть проблема. То есть если у меня, как у ребенка, есть проблема с моей мамой, у которой вот такое поведение развивается, то, наверное, мне стоит пойти на прием. Мы говорим о взрослом ребенке. Да, мне стоит пойти на прием к психиатру, к психотерапевту, к психологу и, может быть, с ним поговорить. Может быть, этот специалист мне расскажет об особенностях пожилого возраста. Но есть же специалисты, действительно, которые специализируются именно на пожилом возрасте. Да, об особенностях внутрисемейных отношений, да. Ну, в общем, тут целый пласт. Этот разговор может развернуться в разные стороны. Но вообще, помимо того, что человек изолируется, должны быть еще какие-то моменты. Ну, он начинает нелепо себя вести, например, баррикадироваться, да. Начинает высказывать какие-то нелепые вещи. Слово нелепое, оно такое характерное, да. Может быть, не характерное даже для самого человека. Ну, например, одинокие пожилые люди начинают говорить, что соседи хотят их отравить. Вот они живут, значит, самостоятельно там в квартире, в комнате, да. Приходит кто-то из детей и в какой-то... Можно на этом рассказывать ужасные какие-то истории, да. Да, представляешь, вот вчера мои соседи там... Ну, я сейчас совсем к патологии перешел, да, что очевидно можно, да. Вот кто-то из моих соседей вчера запускал газ, я видел сизый домок. Или кто-то вот у меня на кухне там съел котлеты, которые я пожарила, да. Ну, и так далее. То, что не укладывается в логику обычную, да, в логику повседневной жизни. И то, что звучит нехарактерно для... Ну, близкие друг друга знают обычно на протяжении длительного времени, начинает звучать нехарактерно, да. Я хотела отметить удивительную вещь. Вот Светлана Семеновна говорит, вот мне нравится одиночество, да. Я не выхожу за пределы квартиры, только вот по надобности. Но удивительно, что именно она позвонила к нам в передачу, она вышла вот из так называемой зоны комфорта, как говорят сейчас, за пределы квартиры, да, за пределы квартиры, позвонила в прямой эфир, у нас были передачи, когда мы ждали звонков, призывали звонить нам. А вот позвонила Светлана Семеновна, спасибо ей большое за это. Да, вот этот вопрос, он не только для меня в таком психологическом, психиатрическом ключе, он еще и в социальном ключе, его можно рассматривать, и это тоже важно. Нас вызывает беспокойство от отдаления людей, да. Мы и так аутизированы, есть такое слово, ну, разделены, да, от слова аут, вовне. То есть мы как-то очень разбиты на ячейки, и дополнительная попытка объединить друг друга социальными сетями, праздниками или еще так, вот должна это как-то компенсировать. И вдруг, вот, это характерно не только, кстати, для пожилых людей, вот мы в прошлый раз говорили о кризисе среднего возраста, да, люди берут, чего-то там продают, уходят с работы, да. Ну, да, бросают бизнес и уезжают куда-то в тайку. Да, куда-то в одиночество или в ограниченный круг. И, в общем, большинство людей, которые продолжают жить эту городскую жизнь, например, да, или эту вот цивилизационную жизнь нашу, они крутят у виска и говорят, наверное, вот с человеком что-то не так. И я общался и общаюсь с людьми, которые ушли из города, вот, и они о себе, ну, рассказывают эти истории о том, что с ними общаются иногда друзья, да, старые знакомые, родственники, но в периоды откровения они спрашивают, а с тобой все нормально, а вообще ты по здоровым соображениям ушел. То есть вот такое бегство такое, да, оно воспринимается как психическая патология очень часто. Ну, потому что это сильно отличается от того, что происходит. Сейчас очень распространены панические атаки. Много об этом пишут и говорят, и психологи этим занимаются. Ну, как я вижу даже в своем окружении, информированности недостаточно. То есть люди не понимают, что с ним происходит. Там странные ощущения в теле, приступы сердцебиения, потемнение в глазах. Как определить, что это вот паническая атака, и это повод, повод ли это идти к специалисту, к психологу, к психотерапевту или дорога одна к психиатру? — Тоже хороший вопрос. Сегодня какие-то все вопросы такие. Я вот о чем подумаю, Елен. Может быть, у меня сегодня такое немножко опять скептическое настроение. Я думаю о том, что вот это парадокс. Возможно, люди сейчас в цветах, в марках машин, в марках ВИН, в моделях мобильных телефонов, в курортах разбираются лучше, чем в себе. А почему они разбираются лучше? Потому что есть... — Доступ к информации. — Да, есть доступ к информации. Но в смысле психологии, психики есть тоже доступ к информации. Есть лекции, есть книги написанные, да, есть какие-то передачи. Это все, в общем, можно послушать. И про панические атаки тоже. Вот я уверен сейчас, если вот в эту браузерную любую строку забить, панические атаки, то, ну, вывалится, конечно, большое количество материала. Но общий я просто проверял. Общий материал будет о том, что это скорее расстройство психическое, да, что там будет мелькать психотерапевт чаще всего. И, возможно, это тот специалист, к которому нужно пойти. И другой вопрос, что ставить себе диагноз не стоит, да. То есть сейчас люди... Хотя, с другой стороны, я себе поставил диагноз, я в какой-то степени, ну, как бы знаю, с чем мне прийти, да. На приеме у меня так и бывает иногда. Люди приходят и говорят, я спрашиваю, что вас привело? Человек говорит, меня привели панические атаки. Ну, и дальше какой-то там разговор. Это может быть, ну, совсем что-то другое, но вот это повод. Вот. Коротко скажу, опять же, чтобы не смешивать к психиатру это или к психологу, ну, есть сложные случаи, когда и требуется присоединение психиатра с медикаментозной терапией. Пусть это не пугает наших зрителей. Ну, по сути, наверное, человек может обратиться к одному из трех специалистов, которые вы назвали. Психолог, психотерапевт и психиатр. Они же, пообщавшись, наверное, смогут направить куда-то человека, да. Если это пришли к психологу, он посмотрит, скажет, ну, нет, здесь вот нужда медикаментозная какая-то составляющая. Значит, она отправит именно к врачу, потому что психологи, напомним, это люди, имеющие специализированное образование, но у них нет медицинского, да, диплома. Ну, если это не медицинский психолог, наверное. Лен, то, как вы сейчас говорите, это, в общем, то, как нам, специалистам, хотелось бы, чтобы было. И мы, я надеюсь, продолжаем по этому поводу, мы специалисты, мы коллеги друг с другом, мы продолжаем по этому поводу работать, выяснять, чтобы каждый мог передавать. Ну, я знаю, как чаще бывает. Наверное, к кому обратились, и тот специалист вцепился в клиента или в пациента. Ну, действительно, это так часто бывает, иногда, может быть, к сожалению, ну, потому что много есть причин, я сейчас не буду об этом говорить, да, и финансового характера, и мы говорили об этом специалистов в городе, ну, например, психотерапевтов не так много. Вот тех, которые де-юры, психотерапевты. Настоящие, которые сначала прошли подготовку как психиатры, да, а потом они получили специализацию психотерапии. Психотерапии, да. Ну, тут тоже есть такой момент, Елен, об этом был такой у нас замечательный психотерапевт, Борис Дмитриевич Карвасарский, который, в общем, один из отцов-основателей вот специальности на территории Российской Федерации. Он в свое время очень тонко заметил, что поскольку это специалисты штучные, психотерапевты, а запрос очень большой, то он предложил и часть функций психотерапевтов нести медицинским психологам. Ну, также оказывать эту помощь, тем более, что образование, какие-то основные моменты очень близкие. Вот. И у этой меры, я думаю, в том числе и обратная сторона есть. У людей до сих пор, и у специалистов до сих пор неразбериха. Кто есть кто. Кто психиатр, кто психотерапевт. Сегодняшний пример ко мне приходит. Мне звонит пациентка, которая говорит, что она ходила на протяжении длительного времени к психотерапевту. Ну, я выясняю, она хочет прийти на прием. Я выясняю, она говорит, вот на протяжении нескольких лет я была у психотерапевта. Я говорю, что вы делали, чем вы занимались? Я узнаю, что она получала медикаменты. То есть все это время она лечилась медикаментами. Называла ли себя этот специалист-психотерапевтом, и он так видел психотерапевтическую помощь. Все-таки для меня психотерапевтическая помощь – это разговорная. Ну, в большей степени. Там иногда присоединяются медикаменты. В общем, определенная неразбериха здесь есть, но чтобы внести какую-то ясность, психологи – это не медицинские специалисты, которые иногда вполне себе подкованы и вполне способны работать с самой сложной патологией. В том числе, вот я знаю, что есть мой коллега, который работает в психиатрической больнице. Будучи психологом. Будучи психологом, мы вполне квалифицированы и компетентны. Но для его работы… Это особый случай. Если мы говорим о широкой такой прослойке психологов, с какими проблемами пойти к психологу? Конфликты в семье? Я сегодня, может быть, отчаянно скажу, Елена. Ну, вот опять же, спешу, может быть, на настроение. Я думаю, что если у вас возникает вопрос, что нужно к кому-то пойти, уже пора пойти. Кому? Как мне выбрать? Как определиться? Идти к психологу, к психотерапевту, к психиатру? Вот следующий вопрос, он у меня вертится на языке, задам. Нужно ли, если я иду с жалобами на какие-то странные ощущения в теле, у душ или прочее, проходить мне перед этим какие-то медицинские обследования? Ну, если вы не пройдете медицинские обследования, то, опять же, если мы говорим о таком хорошем развитии событий, специалист вам предложит это сделать. Ну, по крайней мере, врач, психиатр или психотерапевт скажет, вы знаете, для того, чтобы нам отличить, ну, это называется, дифференциальная диагностика, разделить диагнозы, то есть узнать, от чего это, да, человеку предложат пройти какое-то из обследований. У нас есть звонок. Да, давайте послушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Ну, вот, я стараюсь слушать все время вашу передачу, и, значит, вот сейчас опять слушаю, и сегодня я создаю вопрос, который меня интересует. Вопрос у меня такой. В своей жизни я столкнулась с тем, что когда рассталась, ну, развелась мужем, давно еще в молодости, после развода было очень тяжело. Хотя, казалось бы, семья уже себя исчерпала, и я сама была инициатором развода. Ну, было очень тяжелое состояние, но я обошлась без врачей, потому что тогда это было, как бы, не принято. Вот. И у меня такой вопрос. Почему очень тяжело именно вот расставание переживать? Хотя, да, в мозг я понимаю, что это я сделала правильно, что шаг был сделан правильный, что-то к лучшему, но все равно очень тяжело. Как вот с этим можно справиться или бороться, и вообще как быть? Почему так происходит? Спасибо. Не кладите трубку, может быть, сразу. Может быть, у вас какие-то вопросы еще будут дополнительные, Алексей? И представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, как к вам обращаться. Меня зовут Наталья Николаевна. Да, спасибо, Наталья Николаевна. Да, ну, вопросов так сейчас на вскидку нет. Основной вопрос от Натальи Николаевны прозвучал. Хорошо, спасибо. Да, спасибо. Почему тяжело расставаться? Я думаю, что тяжело расставаться почти по тем же причинам, по которым тяжело встречаться. То есть это, безусловно, важное. Это кажется, что там, где что-то было, что-то перестало существовать. Но там, где был союз двух людей, он перестал существовать. И в какой-то степени этот союз умер, закончился, разрушился. Здесь разные вещи. Но жизнь не заканчивается. Переживание по поводу расставания, по поводу того, как это будет дальше, смогу ли я найти себе нового партнера, как это повлияет на детей, например, если это была семейная ситуация, да, про детей, как это повлияет на мои отношения вообще с другими людьми. Масса вопросов. Ну вот как я часто слышу, когда люди расстаются, и вот в сердцах они эмоционально переживают, они склонны вот по этому периоду жизни с другим человеком вот относиться к нему, как, что все это было зря, ну не знаю, впустую, зря потраченное время какое-то. Хотя наверняка жизнь в этот момент не была пустой, и она не была зря. Мне кажется, вы говорите о том, одном из способов, как мы в прошлый раз говорили, защиты, один из способов объяснить себе, да, один из способов смягчить боль, тревогу, утраты и расставания, наверное, не очень продуктивный может способ, да, ну вот как-то это все обесценить немножко, рационализировать для себя, объяснить, что это не мой человек был, или вот, да, или обвинить... Обесценивание. Да, или обвинить другого человека в том, что у меня чего-то не получилось. Обвинение – это что, обида? Обида большая на... Обида, злость, неудовлетворенность. Мне вообще кому-то хочется спросить за те переживания, которые у меня есть. Кто-то должен мне это... Ответить. ...все, да, был сделать, принести, разрушить. Вот. Часто оказывается, как раз человек, который во мне вызывал эти чувства обиды, злости, он уже от меня территориально далеко, да, у меня разорванные с ним отношения. Ну, это или развод, или, не дай бог, смерть. И получается тогда вот эти мысли невысказанные, так? Они не находят адресата. Они не находят адресата, адресат живет внутри. Очень часто так бывает, и в психотерапевтическом процессе мы об этом знаем, что даже если люди уже давно разделены физически, да, территориально, то они продолжают быть в голове друг у друга или один у другого, да. И он вот из этой моей головы никуда не делся. И, по сути, я вот эту связь болезненную приношу, например, специалисту. Я говорю, что в наличии у меня уже нету, мне уже, так сказать, не с кем это все обсуждать. А в голове он еще есть. И это приносит вот определенные страдания и желание вернуть, и желание... Ну, там много всего, и наша слушательница, зрительница об этом сказала. Специалистов действительно раньше не было. Сейчас специалисты появились, и с этим тоже можно обращаться. Ну, вот стоит ли Наталье идти к специалисту? Ну, сейчас уже нет. Закрыть эту тему. Ну, она же переживает. Она сейчас, вот, по сути, вспомнила, да, актуализировала вот эти воспоминания, переживания какие-то. То есть вопрос, как я слышу, он не закрыт еще внутри, в душе. Этот вопрос может быть линзой, и человек для себя эту линзу обнаруживает, когда он обнаруживает, что в его, например, новых отношениях начинает складываться что-то похожим образом на старое. То есть он уже... Или, наоборот, болезненное расставание мешает... Новым отношениям. Да, строит новые отношения, вступает даже в них еще на начальной стадии. Ну, в общем, да. Я все-таки надеюсь, что наши отношения нас учат, или мы учимся в отношениях, да. В отношениях ведь очень много идеализации. Очень хочется объект своего желания, своего контакта, своих отношений идеализировать, представлять его единственным, уникальным. Свои отношения незабываем. Это и действительно так есть, да, но... Действительно, многие в детстве в своих семьях натерпелись, и у них какая-то иллюзия о том, что вот в моих-то отношениях, когда я буду взрослым, ничего подобного не будет. У нас будет тишь благодать. Вот мы будем очень близки, у нас будет духовная связь, а потом люди сталкиваются с утратой иллюзий, с разочарованием, да. Где-то приходится сталкиваться, возможно, и с предательством, не дай бог, с насилием. Как быть, что делать, как начать заново верить людям? К специалисту идти? Ну, у нас такой разговор, да, с вами, что... Если бы я сказал не идти, зачем бы я здесь сидел? Если бы я сказал идти, то, что я всех зову, у кого какие-то трудности, к специалисту, я все-таки надеюсь, что... Прислушиваться к себе надо, да, как вы говорите из передачи в передачу? Ну, вот сегодня я почти экстремистски поступил, да. Я сказал, если у вас возник вопрос и сомнения, ну, почему, на что мешает вам пойти? Да, я понимаю, что это вопрос времени, это вопрос финансов, вопрос отваги в определенной степени, да. И, может быть, даже время и финансы не на первом месте здесь. Хотя иногда люди говорят, у меня нет времени, у меня нет денег, потому что там дорого. Но, не знаю, люди покупают более дорогие вещи, да, потому что это имеет смысл для них, как только обращение к другому человеку. Кстати, вот здесь еще момент, я сейчас не это самое, не ушел. Момент в том, что идут, очень быстро это понимают, идут не к психологу, к психотерапевту, к психиатру, а идут к Иванову, к Петрову, к Сидорову. Ну, вот у меня четко такое. К человеку, к личности. Идут к человеку, да. Ну, если не знают человека. Очень быстро узнают. Смотрят передачи, смотрят тексты, которые пишет человек. Ну, в ВКонтакте сейчас где-то, в соцсетях можно, да. Собирают какие-то отклики. Но, в конце концов, большая часть моих коллег где-то на видеозаписях присутствует. Вот человек смотрит и говорит, мне нравится, как он мыслит, как он двигается, что он говорит, да. Или он говорит, нет, это точно, это заумно, это еще как-то, да, или это слишком просто. То есть, действительно, как я тоже вот общалась с людьми с разными, кто ходил к психологу или кто собирался, почему-то есть тоже такая тема, когда люди переживают по поводу того, что они приведут к специалисту, он им не понравится, но внутри них иллюзий есть, что им все равно придется к ним ходить. Ну, к нему ходить, да, к этому специалисту, который не понравится. Как тогда людям объяснить, что вы можете поменять специалиста, да, походить к нему раз-два, или это тоже не принято, если начал ходить уж к одному, доходи. Если он тебе не понравился, то, возможно, это тоже что-то значит. У нас немного времени до конца передачи, да? Это сложный вопрос, коротко, бывает и так, и эдак. Сегодня, опять же, я разговаривал с женщиной, которая поменяла массу специалистов, ну, по крайней мере, она об этом говорит, сказать, что идите по ее шагам, и все это было не в кон, она об этом сказала. Я думаю, что тут тоже есть золотая середина. Если вам плохо, и вы чувствуете, что вы не хотите, идите к другому, но если вы видите, что вы за год или там за три месяца поменяли двух, трех, четырех специалистов, ну, наверное, это заставляет задуматься. Вопрос уже к вам, да, а не к специалистам? Ну, люди разного характера есть. Я напомню, для наших телезрителей у нас есть группа ВКонтакте, которая называется «Разговор по душам Самары ГИС». Там в обсуждениях можно задать свой вопрос, мы читаем, следим за развитием событий в этой группе. Также там у нас архив наших передач, тоже можно посмотреть, какие темы мы до этого обсуждали, прочитать анонсы на наши следующие эфиры. Спасибо тем, кто сегодня звонил, задавал вопросы. Елена, спасибо вам за вопросы. Ну, и увидимся в следующий вторник. Да, в следующий вторник, 18.15. Смотрите нас на телеканале «Самары ГИС». У нас прямой эфир. Готовьте свои вопросы заранее. Напомню, телефон в студии 202-11-22. Готовьте свои ответы тоже. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!